Здравствуйте, дорогие зрители! Весье утро Карачаева Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. В Карачаево-Черкесии переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-6, в горах минус 7-12, днём плюс 3-8, местами минус 2-3 градуса. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2-4, днём плюс 4-6 градусов. В общественной палате Карачаева-Черкесии прошли встречи с руководителями региональных отделений ряда политических партий и представителями муниципальных советов. В преддверии выборов президента России, которые состоятся в середине марта. Общественниками были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со всеми участниками-сторонами. А также определены территориальные советы, проявившие себя в работе лучше других. Все участники встречи выразили надежду, что предстоящее голосование пройдёт на должном уровне. Очень было приятно сегодня видеть представителей данных партий, которые подписали с нами соглашение. Это соглашение говорит о том, что мы взаимосотрудничаем при обучении наблюдателей, а также взаимных консультациях, а также вместе с политическими партиями мы совместно осуществляем общественный контроль. Вы знаете, что на базе общественной палати скоро будет открыт центр общественного наблюдения. И представители партии, подписавшие с нами соглашение, могут сюда прийти в любой день или ночь, когда будет проходить выбор, и сесть за армией и вместе с нами просматривать, что происходит на тех или иных избирательных участках. Будущие стражи правопорядка Корчаева-Черкесии. Под таким названием в Черкесске прошли соревнования среди учащихся полицейских классов республики. В мероприятии приняли участие четыре команды полицейских классов из Карачаевска, Терезеус, Джигуты и Черкеска. Открыл мероприятие заместитель министра внутренних дел республики Михаил Дневалов, пожелав всем удачи в нелегкой игре. В первом туре ребята представили домашнее задание – музыкальную визитную карточку. Творческая часть сменилась спортивной эстафетой. Завершающим этапом мероприятия стал конкурс болельщиков. В нем соревновались ученицы полицейских классов, которые подготовили музыкальные номера поздравления своей команды с Днем Защитника Отечества. По итогам определились команды победителей и призеров. Первое место завоевала команда школы аула Терезе Малокарчаевского района. Второе место у команды из Усть-Джигуты. На третьем – Карачаевск. И в четверке призеров – Черкесск. Победителям вручили кубки, медали, грамоты, а также сладкие подарки – торты. Организаторы соревнований высоко отметили работу педагогов-воспитателей, которым также вручили благодарственные письма от руководства МВД по Карачаевой Черкесии. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск «Вести на карачаевском языке». Затем также вам будут представлены программы карачаевской редакции. А в 14.30 смотрите «Вести» с Дарьей Тендит. Удачного дня и до встречи!